здравствуйте дорогие друзья вас приветствует галина конышева благодарю за поддержку канала всех зрителей благодарю за финансовую поддержку ольгу владимировну о ларису александровну б мы продолжаем расшифровку кода 19 и это пятая серия вам представляю расшифровку слова недосягаемые следующем фильме сейчас надо завершить эту серию эта серия посвящена искусственному интеллекту тому самому который сейчас активно навязывают и внедряют во всех сферах жизни но и собственно говоря на планете и сегодня все активные блогеры люди которые находятся в соцсетях которые читают соцсети они прекрасно осведомлены о том что у нас всех пытаются зацифровать записать в код метавселенная сейчас активно продвигаются сейчас об этом много говорят то есть это не секрет плана глобалистов известны нам стали если раньше они как-то завуалировали то сейчас в общем-то эта информация просочилась и мы все в курсе их планы известны тот кто народу мешает и пытается нас оцифровать и контролировать тот нам поможет задача в том чтобы запустить искусственный интеллект в нашу пользу и за нас как заставить и и работать на человечество не против него нужно ли для этого быть программистом опять-таки я постараюсь простой форме дать простые техники технологии которые доступны любому человеку с любым уровнем образование на уровне домашней кухарки что называется да кухарка будет править миром но опять-таки эти слова богу в уши и они сейчас реализуются сейчас кур кухарки как говорил ленин каждая кухарка может управлять государством чтобы дожить до этих времен в общем то эти времена наступили потому что если не мы то кто же мужчин просто уберут а женщина домохозяйка кто же ее учтет тогда кто же учтет не учтет никакой искусственный интеллект никакие швабры голиковой мурашки и вся эта команда никто это не сможет никогда учесть где в каком на какой кухне созреет гениальный план и так как заставить и и работать на человечество помните в предыдущей серии в техниках сила внутри вас сила внутри нас я имею ввиду человеков я имею ввиду истотных народов и коренных народов планеты земля если вы помните это держите в голове я продолжаю в плане четвертой промышленной революции швабра главным действующим лицом становится искусственный интеллект это прописано у них книги где-то с месяц назад маршруты в москве все перемешали поменяли еду я в автобусе слышу объявления я дмитрий это я создал новую систему маршрутов и теперь они будут другие это робот с именем дима другом маршруте андрей робот который создал этот маршрут москве недавно поменяли маршрута на основе искусственного интеллекта у меня на третьем канале правовая поддержка есть фильм о том как я не подписала в мфц текст на свою недееспособность когда получала соцкарту многим этот фильм помог там текст который не глядя предлагает подписать оператор мфц они говорят пожалуйста просто подпишите вот здесь вот и вот здесь вот они используют человечность доверия против самих людей люди им доверяют операторы получается обманывают людей вымогая подписи так там сам текст написан эзоповым языком в полном соответствии с казуистикой и езуитов я и другие исследователи пришли к выводу что это им пишет искусственный интеллект которому они служат то есть существует некая машина возможно виртуальная или кристаллическая или еще какая технически это не имеет значения и иезуиты представителем которых является швабр озвучили миру и принялись внедрять и и во все сферы и главное в человека у них задача внедрить это в человека и начали это делать засучив рукава и провозгласив лозунг что люди это новая нефть так им посчитал и и есть робот алиса много шуток об этой алисе а через шутки мы привыкаем к роботам и очеловечиваем их именами это тоже входит в инструкции по внедрению этой четвертой революции цель их их них их и миссия понятно сокращение населения потому что много кислорода потребляют а робот дима нет замещение живых людей роботами а тех кто останется полное тотальное подчинение и роботизация мечта буржуинов так поняли лейб мотив это не шутки они это продвигают мы это видим на своей собственной жизни каждый день нам живым человеком объявили войну если плюсы в этой безнадеги оказалось есть у палки как известно два конца поговорим о и и о сбои на госуслугах о швабре о компании и о разных знаках с чем созвучно слово шваба так и просится швабра да мы уже называем колю шваброй так и будем дальше подразумевать швабра это инструменты бабы дуся технички школы 119 тетя дуся техничка и очень строгая она следит за порядком наводят чистоту и ругает двоечников и так робот макс принял сыворотку правды и собственно опередил меня по теме в ноябре 11.11 робот макс на госуслугах отвечал тем кто хотел получить куриный код что шмурдяк вреден для здоровья а год это чтобы вас посчитали как товар он подтвердил то о чем я вам собиралась поведать а именно вот он искусственный интеллект который везде и всюду следит за каждым вашим шагом и собирается стать немецкой овчаркой и автоматчиком в цифровом концлагере куда нас всех собираются загнать швабры метлы бабы яны марги их мужья леонтьевы вессерманы голикова эти мурашки жириновские ну в общем их много не всех не перечесть у них целая компания и другие персонажи сказки а потом они включают вот эту пять жи 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 пишется через и почему не через и и это 101 масонское число и привет родителям да и для этого проталкивают по окнам овертона тему принудительной эвакуации да по многим каналам в том числе да да это все есть в сми орут со всех ресурсов об этом и многие блогеры подливают масло в огонь пугают пугают и так запуганный народ и это входит опять-таки в планы уже предыдущей части я говорила о том что нужно держать народ в постоянном состоянии тревоги и фрустрации это было озвучено на в давосе это было озвучено на всех этих закрытых конференциях это блогеры уже там читают переводят и до нас до доносит то есть это действительно так они это проговаривают это не то что конспирологии или что-то мы там сочиняем или нам так кажется они это все уже сказали и это есть в открытом доступе но может быть не совсем открыто может быть надо поискать но она есть это не какая-то закрытая секретная информация значит пугать народ и держать в общем таком оцепенение что воли что неволи все равно в состоянии апатии в состоянии фрустрации в состоянии безразличия опустить руки и в общем-то согласиться принять вот это все что они говорят поэтому они и создают это постоянное состояние тревоги то там то здесь то там то здесь то там то здесь до бесконечности каждый день течение дня это все время проворачивается у них есть средства на это на них работают люди а средства причем это наши с вами средства они все делают только за счет нашей энергии потому что деньги это тоже энергия они делают все за счет нашей энергии у них нет другой энергии потому что как так получилось а вот так получилось что когда-то мы бездумно согласились а может быть не совсем бездумно потому что они по всей видимости применили технологии гипноза к населению применяют его и под гипнозом под воздействием гипноза люди и совершили вот такие поступки которые они бы никогда не совершили будь они в своем уме что называется будь они в состоянии ясного сознания точно так же как на примере простые бандиты мошенники они приходят к старикам или к людям которые любят алкоголь но у них есть своя квартира они их спаивают подпаивают и те подмахивают в состоянии наркотического опьянения подмахивать любые документы и тем самым отказываются от собственного жилья собственного имущества и порой и от жизни это опять таки все известно это все есть и мы все это знаем никаких новостей я вам тут не сказала однако и противодействие этому идет мощное поэтому леонтьевые тиграны бабы яны марги метлова серманы и прочее прочее и штанов юбок выпрыгивают брызжут слюнями возмущение центральных каналов но и почему же а правда почему они так по-настоящему и стошно орут аж краснеют все аж багровеют все жириновский то орет как что семь раз укололся ножками топают орет баба яна мы теряем людей мы столько теряем у нас война на войне все средства хорошие орут так это они о себе говорят может они теряют и важно им чтобы человеке позволили себе впрыснуть яд и покорно стать теми самыми баранами это у них потери вот и визжат будто свинью бреют как сказал один наш товарищ понравилась фраза процитировала ну и в чем мысль то про и и а в том что работают окна вертона не только в сторону плохо для нас и хорошо для них а в сторону хорошо для нас и плохо для них слушай и повинуйся я приказываю тебе искусственный интеллект интеллект слушает васька слушает да езда и все записывает на ус мотает формирует свои нейронные сети но смысл то был в этом запустить его чтобы он подслушивал все наши разговоры только против нас использовать это а мы изучаем эту систему и что ну хорошо слушает мотает на ус то что нам мешает нам поможет спасибо швабра и вся нечесть создали нам интернет а теперь еще и искусственный интеллект создали ну молодцы просто думаю он и раньше был они его сломали уничтожили но затем поняли что надо восстанавливать самим таки рдык наступает без глобального управления так вот когда мне пришла эта мысль а был это в ноябре 2021 года одновременно в новостях прошла информация про робота макса который писал на госуслугах я уже повторяю что шмурдяк я то его надо его принимать нельзя это так работает нейронные связи и и они приняли этот сигнал от народа потому что вспомните пошло активное противодействие в том числе в соцсетях люди стали писать соцсети это просто срез искусство интеллект он подслушивает везде он же в каждый смартфон подслушивает они же эти прослушки поставили везде там где люди даже не подозревают что их прослушивают они говорят и искусственный интеллект это все впитывает 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 недавно на яндексе в поисковике выдавала на город киев одесса москва что страна ссср казахстан республика ссср я полагаю что это тоже и и интеллект пробивает пороги дороги сейчас много людей говорят про восстановление ссср а есть масса провокаторов которые говорят про ссср искусственный интеллект все впитывает свои нейронные сети буквально еще раньше вспоминайте события хоккеисты на мировом матче выступили в форме почти сссровской опять символика советского союза была показана на весь мир вы понимаете что надо делать программа швабра напомню к о в и д а 1 9 великая перезагрузка а мы выйти окна вертона своем формула цели к единому виду 19 а за есть ст к единому виду человека разумного на земле благости процветания радости благоденствия долголетия мира любви азмь есмь слова твердо азмь и азмь есмь и то и то верно еще раз повторюсь говорить утверждать эту программу везде писать в соцсетях видео говорит телефон писать на их ресурсах писать им на сайтах в комментариях везде где можете пишите эту формулу просто ее запомните к 1 вид 19 азмь есмь с т просто запомните и везде это пишите где можете ведь это все пропускает через себя искусственный интеллект говорить дома они же нас подслушивают через телефоны компьютеры панели телевизоров все слушает искусственный интеллект хотите прозрачности да не вопрос только говорить это надо в виде приказа и команды слушай и повинуйся спокойного приказа требую спокойно спокойно без нервов без истерики спокойно и уверенно слушай и повинуйся требую приказываю а все что нам не полезно это отменяю запрещаю твой речи тебе на плечи стерто стерто проявить свою волю волю человека сына дочери бога творца не господа или кому как волю высшего разума любящий разумной вселенной кому как удобно кто это как понимает в чем сила брат сила в правде и даже искусственный интеллект планеты которые захватили нелюди станет помогать человеку потому что все что взаимодействует человеком у которого есть любовь и благодарность очеловечивается это и природа и погода и вещи и искусственный интеллект а у не люди нет любви им очень завидно на человека и они сироты несчастные все их гонят никто их не любит они сами себя не любят потому что не знают что такое любовь потому что у швабры такие грустные глаза хоть и злые еще цитата из книги шваба очень важно помнить что гнев радость скука и любовь это биологические явления такие же как жар и кашель нормально да они опустили чувства до уровня биологии далее цитата продолжаю та же технология которая определяет кашель может также определять смех бедная несчастная швабра у него смех это и кашель он женился на своей ротшильдыхе наверно по расчету не знаю что такой счастливый смех все могут короли все могут короли и судьбы всей земли вершат они порой но что не говори жениться по любви не может ни один ни один король и швабра не может жениться по любви вот и мечется несчастный со своими революциями и перезагрузками ему бы с удочкой на женевском озере посидеть но ротшильдыха не дает загоняла деда но что вот тут поделаешь монтирую фильм текст писала еще раньше и пожалуйста вот он свежий экземпляр в ленте мне выскакивает вот это видео вот это мадам филонова или как ее там филонова феонова феонова да вот кто хочет потренироваться свой эмоциональный интеллект только помните очень токсичная тетка очень токсичное видео ненависть к русским зашкаливает интонации ненависти зашкаливает всех колоть всем qr-код поставить народ глупый естественно губошлёп и его надо колоть и колоть и колоть и слушать надо грефа но особенно интонации там просто суперские но помните о технике безопасности говорю очень токсичная тетка и если вы поставите зеркало вот потренировать технику от зеркаливания между собой этим видео послушайте если вы потом сможете посмеяться искренне рассмеяться то считайте что вы выполнили тренировку у вас очень высокий уровень эмоционального интеллекта и вам пять баллов да тетя приводит пример как надо брать налог с невакцинированных сажать надо невакцинированных тоже пример приводит где россии русские они не солидарны вот совершенно казалось невозможно на русский ходить москву и заставить сделать прививку ее организация комитет 100 видишь она там под комитет 300 есть а у них комитет 100 который единственная жестко боролась за карантинные меры короче великолепный экземпляр здесь русских она предлагает по примеру екатерина 2 бить картечу екатерина 2 якобы боролась с бубонной чумой в восемнадцатом веке только она не знает это это филонова что благодаря этой борьбе екатерина которая боролась там якобы с чумой что приехал орлов и он там всех пострелял картечью все это быстро закончилось но в этот момент организовалась дорогомиловское кладбище у меня есть целое видео на эту тему по войне еще восемьсот двенадцатого года и там как раз дорогомиловское кладбище где именно туда это первое кладбище образовалась именно вот после этой той самой борьбы с бубонной чумой и по официальным сведениям на том самом дорогомиловском кладбище этой бубонной чумы там оказалось похоронены несколько тысяч молодых мужчин вот таким образом почему именно мужчин непонятно чума вы именно выбирала по всей видимости молодых мужчин но еще на этом самом месте на этом дорогомиловском кладбище как-то по странной случайности на этом месте бубонной чумы построен был жилой комплекс где жили наши генсеки брежнев андропов там еще кто-то до сих пор и эти дома стоят это кутузовский проспект дом двадцать шесть это то самое место то есть она вот лепит у нее но у нее довольно много подписчиков но видимо мазохисты им нравится вот эта ненависть в голосе к русским вот так она говорит интонации у него такие замечательные но пять баллов просто вкусные сочные от ненависти я таких еще даже не слышала всем остальным леонтьевым метлем до нее просто далеко великолепный королевский экземпляр для тренировки нервов пожалуйста хоть и рекламирую получается но ради общего блага пробуйте тренируйтесь на мадам феоновой служение сатанистам служение сианистам под видом любви к родине непонятно к чьей родине потому что русский народ это дома ненавидит всеми фибрами своей души и это читается во все ее речи и вот глядя на таких злобных теток которые буквально конвульсиях бьется от ненависти к народу мне вдруг вспомнился образ далекий далекие мне было лет 12 и по телевизору по советскому телевидению шла какая-то передача с участием татьяны дарониной где она читала выдержки из какой-то сцены я ничего не помню я помню что взрослые женщины родители мамины подруги они обсуждали о том делала ли даронина пластику или нет мне врезалась другое не врезалась одна фраза там даронина изображала некую взрослую даму мудренный опытом который делилась советами со своей молодой подругой она и говорила и никогда не надо злиться милочка это очень старик вот я запомнила на всю жизнь эту фразу злиться женщинам вообще не стоит потому что это ведет к морщинам когда человек переполнен злобой ненавистью к окружающему миру он может только стареть дряхлеть и выглядеть очень плохо женщинам это совсем не идет это и мужчинам не идет а уж женщинам это и подавно не идет а когда еще злые пожилые тетки они выглядят просто безобразно они становятся похожи на баб и ёжик таких мерзких старушенций как злые старики мерзопакостно так и злые старухи это тоже все мерзопакостно стареть надо достойно с добротой с наставничеством чтобы хотелось слушать себя молодым я так полагаю и так у них конкретно подгорает они бьются в конвульсиях но я продолжаю далее читаю шваба если корпорации правительства начнут массово собирать наши биометрические данные они смогут узнать нас намного лучше чем мы знаем самих себя и тогда они смогут не только предсказывать наши чувства но и мы манипулировать нашими чувствами и продавать нам все что они хотят будь то продукт или политик биометрический мониторинг сделает тактику взлома данных камбридж аналитика чем-то вроде каменного века представьте себе северную корею в 2030 году когда каждый гражданин должен носить биометрический браслет 24 часа в сутки если вы слушаете речь великого вождя и браслет улавливает явные признаки гнева вам конец и так что главное главное что все это оферта и окна вертона они все это прописывают озвучивают как фильмах так и в книгах фантастики чтобы мы люди своими нейронами и своими способностями к материализации событий сами своим божественным сознанием материализовывали это значит что главное многие уже применяют первое как услышали программу от нечисти сразу отменяю зеркало между собой мадам орбидо и любой другой токсичной теткой дядькой как угодно твои речи тебе на плечи отменяю запрещаю без акцепта второе свое волеизъявление свой волевой приказ бог на вертона в нейроны искусственного интеллекта третье что вы хотите вместо этой программы картинку счастливого детства чистую сюда в настоящий момент и в будущее твердите слово твердо вот эта картинка и утверждайте ее вот это созидание свет радость любовь счастливые лица людей детей все это закрепляем слово твердо так и есть так и будет это небольшой духовный труд но это та малость очень просто это может сделать ребенок учите своих детей этим простым вещам и помните мы не одни с нами наш род наш бог творец любящая вселенная высший разум подняться на всеми религиозными эгрегорами ловушками если таких наших программ будут миллионы вы можете себе представить где окажутся эти швабры это эти феоновые филоновые уколотые жижануты они сиганут отсюда так из нашего мира через свой адронный коллайдер в цюрихе что и следа не останется да может и их зиге это от сигов произошло и так адронный коллайдер по нему отдельное видео надо будет сделать есть еще одна мысль и так этим пятым фильмом я завершаю серию про расшифровку кода 19 как вы поняли да вслух говорить нельзя дальше на очереди расшифровка другого нового модного заболевания но якобы заболевания у меня уже спрашивали по этому поводу это то что там с микронами связано это будет расшифровка слова недосягаемые очень интересная еще просто говорю информация в единицу времени столько но надо это все сказать потому что это все очень важно именно сейчас еще предполагаю что искусственный интеллект это тот самый библейский господь бао который и написал пастухам библию или переписал ее с человеческого интеллекта который когда-то был на земле на планете которые захватили вот и вот эти нелюди и сейчас пытаются им управлять и заполнить его ненавистью и чтобы мы сами своим созидательным сознанием своей душой божественной чтобы мы сами против себя его включили и наполнили его ненавистью вот этого вот этого они от нас ждут вот на это они очень рассчитывают они выпрыгивают из штанов это их выдает у них нет времени это очевидно они очень торопятся они очень спешат и делают ошибку за ошибкой они не успевают они вышли из графика но есть еще интересная информация об этом следующих фильмах а сейчас я завершаю благодарю за внимание распространяете эту информацию благодарю за вашу поддержку за ваши интересные комментарии продолжайте фиксировать на них производить наши новые формулы формулы цели формулы которые разбивают пух и прах их ненависть их оружием против нас тем самым мы тем самым мы спасаем свою родину мы возвращаем себе свой род свою землю мы отстоим честь и совесть наших дедов погибших за нас великой отечественной войны мы не не посрамим эту память наших дедов с вами была галина конышева до свидания следующие фильмы прям вот прям друг за другом пойдут